МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Первые выводы в Чебоксарском районе подвели итоги социально-экономического развития. Операция с подогревом. В Козловке строят новые котельные. Признание в любви к юбилею Чебоксар союз писателей издал сборник стихов. В Республике начали подводить итоги социально-экономического развития районов за первое полугодие. Сегодня совещание прошло в Чебоксарском районе. Консолидированный бюджет Чебоксарского района за первое полугодие исполнен с дефицитом. Расходы превышают доходы почти на 22 миллиона. Зафиксирован рост производства молока, поголовье крупного рогатого скота, объема введенного жилья. Важный показатель – среднемесячная зарплата. Она тоже увеличилась на 1,8%. На объектах малого и среднего предпринимательства создано 50 рабочих мест. Радует сегодня, что совместно сегодня идет, отбивается сельское хозяйство. Но есть и некоторые показатели, над чем надо бы позаниматься всем, кто в этих отраслях работает. Не совсем удовлетворенно работают именно показателями объема производства промышленной продукции, так как они снижены по лету в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также снижены показатели объема ручной торговли и, конечно же, объемы общественных услуг. Но в то же время, радует и то, что администрация Чебоксарского района сегодня активно работает по выявлению неформальной занятости. Что касается здравоохранения, то в этом году проводится капитальный ремонт Чебоксарской районной больницы. На это выделено более 9 миллионов рублей. Начато строительство двух ФАПов в деревнях Чершкасы и Эльбеши. Ремонтные работы планируются и в образовательных организациях, и в учреждениях культуры. Развитие туризма и образовательного пространства, молодежная политика и экономическая безопасность. В Санкт-Петербурге подвели итоги шестого форума регионов России и Беларуси. Главной темой форума в этом году стало формирование единого гуманитарного и культурного пространства. Впервые за последние годы широко обсуждались актуальные вопросы образования, науки, искусства и туризма. В заседании приняли участие президент России и Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко. Программа форума была насыщенная. В его рамках прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Верхней Палаты Парламента Беларуси Михаила Мясниковича с главами регионок двух стран. Предметный разговор шел на площадках. Участники форума активно знакомились с регионами. Большинство из них уже активно сотрудничают с белорусскими коллегами. Что касается Чувашии, то по итогам января-апреля 2019 года экспорт в дружественную страну составил 17,5% от общего объема, а импорт – 24,4%. Деловые связи будут укрепляться и дальше. Уже в октябре на Белорусском энергетическом и экологическом форуме наши промышленники представят свои конкретные предложения по участию в проектах модернизации и строительству объектов электроэнергетики в Беларуси. Беларусь подделяет очень большое внимание сотрудничеству на региональном уровне, так называемые горизонтальные связи. И, конечно, Чувашия нам очень интересна. Поэтому мы видим очень много направлений, которые могут быть в сотрудничестве между Беларусью и Чувашией. У нас сегодня очень сильно развито аграрное направление, что важно для Чувашии. Беларусь сегодня производит всю линейку сельхозтехники. Я думаю, данная техника хорошо известна. И в Чувашии мы поставляем в ряд регионов учебные лаборатории. Наш, например, БГУ имеет, всегда были белорусы сильны, то, что мы делали, специальное оборудование, и не только научное, которое используется в научных центрах, а именно для оснащения классов. Кстати, первые учебные классы двух крупных белорусских компаний были созданы в Чувашской сельхозакадемии. Теперь студенты нарабатывают практические навыки на современной сельскохозяйственной технике. Сотрудничает с белорусскими коллегами и другой ведущий вуз Чувашии, Государственный университет имени Ульянова. Форум – это и поддержание уже существующих связей, и подписание новых соглашений, договоров, и их пролонгация. Но это действительно, безусловно, новое знакомство. Я хочу сказать, что для Гродненского государственного университета имени Янки Купалы мы не открываем сегодня Чувашию себе, потому что мы ее открыли уже давно и очень тесно сотрудничаем с вашим национальным университетом. И даже несколько таких программ, я бы сказала, гражданско-патриотического воспитания, совместную книжку мы сделали. Межкультурная коммуникация на сегодняшний день является такой очень важной составляющей и взаимно обогащает любые народы, которые в мире нормально существуют между собой. Региональные контакты между вузами и молодежными организациями – самый прямой путь к сотрудничеству. Это хорошо понимают представители двух стран. Хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества с университетами Чувашии? Почему это важно? Потому что, во-первых, у нас родственные и близкие очень экономики двух стран. И мы можем очень хорошо посотрудничать в сфере подготовки кадров и, видимо, в сфере науки. Мы очень можем посотрудничать с Чувашией в направлении подготовки кадров для трактора строения, для обслуживания сельскохозяйственной техники, для механизации, автоматизации процессов в этой сфере, в промышленности, в науке и в практике ремонта и восстановления дорогостоящего оборудования. В рамках нынешнего форума было заключено соглашение о проведении осенью этого года Дней Российской Духовной Культуры, в котором примут участие творческие коллективы нашей республики. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга. Прохода нет. Главная площадь столицы Чувашии закрылась на ремонт. Снимают асфальт, чтобы добраться до коммуникаций и заменить их. Вообще, большая часть денежных средств, выделенных Чебоксаром федеральной программой Ростуризма, направлена на замену сетей водоснабжения, канализации, освещения и связи. Они эксплуатируются уже более 40 лет. Генподрядчик ответственный за работы, ПАУ «Дорис». Стоимость выполнения работ по контракту более 1 миллиарда рублей. Уже закупили основные материалы, которые необходимы для производства работы. И со следующей недели подойдут сюда другие субподрядчики, специализированные организации. Вообще, данная реконструкция, она получается, можно сказать, всероссийская. Будут работать организации с Краснодара, Казани, Санкт-Петербурга. Гранитный камень, гранитную плитку берем с Урала, Екатеринбург, различные карьеры. То есть, это такая большая география, которую надо организовать. Вместо старого асфальта уложат надежный гранит, оборудуют велодорожку. Украшением площади станет светомузыкальный фонтан и детские спортивные площадки. Открыть обновленное городское пространство планируют к столетию республики. Это будет в июне 2020-го, но это часть запланированных работ. В проекте заложено и укрепление залива. Апрель месяц по температурному режиму, так же, подходящий для ремонта подкородцинок. То есть, сейчас после дня города запускаем, условно, к первому июня запускаем? Да, ну, постараемся, к первому маю запустить. Для того, чтобы комплексно проект завершить, мы приготовили еще проекты по благоустройству и вынуждены добавить средства из другой федеральной программы «Городская комфортная среда». Но в целом, боевая готовность должна быть в 2021-2022 году. Полностью все завершение – это 2021-2022 годы. Проект реконструкции Красной площади разрабатывали в течение трех лет, отметил Алексей Ладогов. Это были и общественные обсуждения, и профессиональные. В них принимали участие специалисты «Чуваш-граждан проекта» и архитекторы из Москвы. Готовь котельные летом к предстоящему отопительному сезону в Козловке строят новые объекты теплоснабжения. В Чувашово только вернулось по-настоящему летние погоды и думать о предстоящих холодах в середине июля не хочется. Однако до того момента, как в дома дадут отопление, остается буквально два с половиной месяца. За это время в Козловке должны заработать две новые котельные. Старые со своими функциями не справляются. У нас в домах, потому что многоквартирных проблем есть с отоплением. Не доходит тепло, мощности котельной, видимо, не хватает. Оборудование уже морально устарело у этой котельной. И так нам обещали, что нам построят в этом году модульную котельную, что проблем у нас с отоплением не будет. И мы всем домом надеемся. Обогреватель, конечно, выручает. А так, в принципе, зима была не такая уж и холодная, поэтому все перезимовали. Но все ждут, все в ожидании какого-то, не знаю, решения проблем, скажем так. Потому что котельные очень старые. Котельной номер один в этом году исполнится 47 лет. Котлы работают уже только в половину мощности. Газа расходуется много, а вода до батарей доходит чуть теплой. Такая же ситуация в котельной номер 9. На новые котельные в Козловке республика выделила 109 миллионов рублей. Они блочно-модульного типа. Их соберут в Чебоксарах и к началу августа на новое место доставят специальными большегрузными тралами. В это время уже закончат подготовку фундаментов и решат вопросы с подключением к городским сетям. Аналогичные котельные строятся в городе Шумерле, чтобы обеспечить и шумерлинцев, так же тепловой энергией и горячей водой. Функции Чувашгаза в части строительства котельной в городе Козловка и Шумерле заключаются в контроле за их постройкой, за качеством, за сроками и принятие их на хозведение. Бонусом к действительно горячим батареям зимой станет горячая вода летом. До этого времени ее приходилось отключать на длительный срок. Ой, тепленькая пошла. Ольга Пырычкина, Бахтияр Велиев, Республика. Исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного художника Чувашии РСФСР Владимира Мешкова. К этой памятной дате художественный музей подготовил выставку картин известного графика. Владимир Мешков уроженец Чувашии, но всю свою сознательную жизнь прожил на севере. Богатая природа, тайга, тундра, особой красоты реки так покорили его, что захотелось все это запечатлеть, чтобы все увидели, как притягателен север, причем в любое время года. Интересны ему были и народы, проживающие там. В свое время он оформил, даже выполнил буквар на хакасском языке. Тем самым он занимался просветительной работой среди народов севера. Сейчас трудно сказать, как бы сложилось творчество нашего земляка. Это, я скажу, самородок. Такого и в столетие, и тысячелетие вряд ли будет, как говорится. Нигде не учился и вдруг стал таким мастером. Излюбленной техникой Владимира Ильича была линогравюра. Это один из немногих художников, известный практически в основном тем, что он занимался линогравюрой. Интересно то, что это художник-самоучка. Линогравюра – это гравюра на линолеуме, да, и там наиболее известна черно-белая линогравюра, а у него он предпочитал цветную линогравюру. И вот он использовал несколько цветов, причем рисующие цвета делались каждый на отдельной доске линолеумной. А фон делался при помощи раската. И это помогало создать очень тонкие тональные нюансы и переходы. За свою долгую жизнь Владимир Ильич создал более 45 тысяч работ. Его картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и многих других. Алена Герасимова, Валерий Резюков, Республика. Свою любовь к городу можно выразить по-разному. В юбилейный для столицы год Союз профессиональных писателей Республики подготовил подарок и сдал сборник стихов «Признаюсь в любви к чебоксарам». Все стихотворные произведения посвящены столице Республики. Волжские просторы, архитектурные памятники, любимые улочки. У каждого поэта свой взгляд на чебоксары. Летние чтения проходят на Московской набережной каждый четверг. В их рамках и состоялась презентация сборника. На празднике поэзии выступили профессиональные авторы и юные чтецы. У нас в Союзе профессиональных писателей Чебоксарской Республики работает, очень хорошо работает секция русско-пишущих авторов. Там Березкина, Исаева, Кубашина, Товал, Владимир Мишан и другие. В общем, поэтому решили поддержать и их. Они тоже члены нашего Союза. Конечно, произведений о любимом городе намного больше. И все они просто не уместились в этот сборник. В планах Союза его расширить. Оформил книгу известный чебоксарский художник Игорь Улангин. Часть тиража обязательно уйдет в библиотеки, чтобы пополнить литературные фонды. Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей и города Чебоксары. Проект 550 кадров возвращает в прошлое и дает возможность сравнить, каким был и стал наш город. Георгий Глухенький приехал в Чебоксары в 1960 году молодым специалистом на электроаппаратный завод. Столица в то время была одной большой стройкой. Город активно рос и нуждался в квалифицированных специалистах. Для многих из них он стал второй родиной. Молодые специалисты, которые приехали из разных городов нашей страны. И самое удивительное то, что по окончании трехлетнего срока практически 90%, не меньше, остались в Чебоксарах. Потому что прикипели душой и сердцем. Мы вросли в Чувашскую землю, и свою дальнейшую жизнь мы уже не представляли без Чебокса. Еще одна героиня проекта, Раиса Токмакова, помнит, как шло строительство монумента воинской славы. В 1970 году она работала на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике и часто бывала в тех местах. В то время, конечно, такого холма не было красивого. Просто в вечный огонь был. Для города это очень большое событие было, конечно. Все-все старались сюда приходить и смотреть. Сейчас, конечно, красота какая. Прям душа радуется. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи и стать героем рубрики может каждый. Если у вас тоже есть старые фотографии на фоне любимой столицы, интересные истории, связанные с этими снимками. Мы ждем вас по адресу Проспеклина, 15, в редакции национального телевидения Чувашии. Самые интересные истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Спорт в народ. 20 июля в Чувашии пройдет День спорта и здоровья. Он проводится ежегодно с 2014 года. В этот день республиканские и муниципальные спортивные учреждения, а их в республике около 4 тысяч, предоставляют бесплатные услуги. Спорт-площадки, бассейны, тренажерные и фитнес-залы ждут любителей активного отдыха. Лучше записаться заранее. Вся информация есть на сайтах профильного ведомства и спортивных и физкультурно-оздоровительных школ. Июль в разгаре, а жители Чувашии так и не успели насладиться жаркими днями. По данным сайта Погода 21.ру в Чебоксарах, средняя суточная температура воздуха составляет 19-20 градусов, только иногда он прогревается до 26. В эту субботу все же будет тепло, но во второй половине дня местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В воскресенье увеличится облачность и станет заметно прохладнее. Возвращение лета ожидается со следующей среды. В Чувашию начнет поступать жаркий воздух. А конец месяца порадуют жители города солнечной погодой с температурой воздуха выше 25 градусов. Это все новости пятницы, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова